Я даже не ожидал того, что мы прошли, еще пройдем очень важный этап. Почувствовали, что такое подняться над собой, что такое предоставить место товарищу другому вместо самого себя, что значит взаимно включиться в других, что такое соединиться с другими. И разные вот такие вот ощущения входа всех в единственную, в единую точку, где никто не занимает места, но тем, что отменяют себя, то есть место для всех. Это то, что говорили о храме, что там стоят тесно, а когда падают, то есть все равно есть место для всех. Мы прошли много состояний. Первый раз. Мы их попробовали на вкус. Вот эта проба, это очень важно, она очень важна, потому что она как раз и есть вход. Вот в этот переходной этап из того состояния, в котором мы были, состояние, когда мы даже не знали, как его истолковывать, как его прочувствовать. Мы произносили слова, но эти слова, мы даже не знали, что за ними стоит. Но сейчас появляется ощущение, мы начали ощущать, что находимся перед барьером, психологическим барьером, который невозможно пройти самим, что нужно здесь, конечно же, помощь свыше. И вот эта помощь должна прийти, но мы должны ее возбудить. Так что не может быть, чтобы свет пришел в неготовое клее, потому что так устроены келимы света. И на первой верхней ступени, на которую мы хотим подняться, там этот закон является законом. И мы продвигаемся к той мухе Сарону, когда Токеда будет в соответствии с тем светом, который находится на той ступени. Мы не останавливаемся. Это нельзя делать. Нам осталось еще познакомиться с этими воротами. Врата слез, врата вход, ман. Мы создаем эти ворота. Со стороны келим нет келим, которые существуют готовыми. Но мы их создаем. И никогда их не было. На самом деле, ну как вот Гилель сказал, мы первые. До нас праотцы, основатели Кабалы, то есть те, кто сформировали методику, раскрыли высшую силу. И все ступени между светами и келим. Но мы первые, которые действительно это осуществляем снизу вверх. Пионеры, первопроходцы. На нас огромная ответственность по отношению ко всему человечеству. Будем надеяться, что мы сможем повести его хорошим, добрым путем, путем света, а не путем страданий. Когда сейчас как раз мы видим, в соответствии с тем, что происходит в мире, насколько мы приближаемся и мы приближаемся вот к этой точке поворотной перепути между двумя путями. И все зависит от нас. А главное это все время проверять себя в соответствии с желанием высшего, с высшим желанием. И хотя и продвижение в соответствии с духовными законами, но над этими законами стоит желание высшего, которое мы, когда мы можем его обязать, то есть над законом, то есть выше того пути, который называется путь бейто, когда всему свое время, то есть вот постоянное состояние между святами и килим и ускорить за счет милосердия, то есть насколько мы сами будем к этому стремиться, насколько мы сами между собой между собой задействуем милосердие отдачу любовь, уступку, подчинение, отмену. В этой мере мы запускаем воздействие света над нами выше закона, потому что показываем готовность со своей стороны преклонить себя, подчиниться и принять путь раньше того, как свет заставит нас. Мы заставляем себя, мы обязываем. и в этом будем надеяться, что прорвемся быстро и раскроем воздействие света на нас быстро. наше хаверим собрали здесь несколько отрывков очень интересных, очень волнующих, очень особых из работ Баля-Суляма и Рабаша. Я их прочитаю, мы их обсудим и потом выясним их с помощью вопросов и ответов. Пройдем вот по тем ощущениям, как и вчера, только на более высоком, более выясненном уровне, и надо это уже, чтобы стало привычкой. Каждый чувствует, что все относятся к тому же самому халии, к той же самой семье, к той одной душе, то есть та самая душа, которая создана, и мы часть ее, но не так части, как в нашем мире, где каждая часть сама по себе, а в духовном мире такого нет. Есть только нечто цельное, но сейчас мы находимся в таком тумане, и насколько мы можем объединиться, это вот как жидкости вместе, или как сталь, которую расплавляют, она становится жидкой, и насколько превращаем мы вот эти кусочки металла в единую жидкость, это в принципе и есть духовное состояние между нами. Когда там нет уже никого, но только все вместе. И все также, вот это все мы тоже исчезает, и остается только одно кли. Баля Сулам пишет, нет исправления для человека, иначе как только связывать все мгновения, нет, почитайте, я не вижу, но кто будет читать, ну, почитайте, меня слепят. Нет нисхождения для человека медленно, а все будущие моменты, которые предстоят ему, чтобы они были посвящены великому имени. И тот, кто отталкивает момент присутствия лика его, обнаруживает глупость свою во всем, и все миры, и все времена не стоят для него, когда не облачен его лик во всех временах, несмотря на то, что работа человека изменяется за счет их. И за это благодаря заслугам отцов, уверенности и веры высшезнания. И человек использует это в трудные моменты, без труда и без ошибок. И принимает он на себя время небесного правления. управления управления Творца и может находиться в слиянии с Творцом и днем и ночью в свете и во тьме. мы за счет наших упражнений должны прийти к состоянию, когда вот это вот ощущение такого, какого мы достигаем здесь в объединении между нами во взаимном включении друг в друга быть как одно целое, когда я выхожу из себя, когда меня не существует, существуют только товарищи. Мы вот с этим ощущением должны привыкнуть жить в постоянном состоянии. То есть чем больше и больше мы возвращаемся к этому, то привычка становится второй натурой. Пока не раскрываем, что это так, что ощущение развивается благодаря усилиям, свет воздействуем соответственно нашим усилиям, соответственно усилиям, то, что называется приложил усилие и нашел, мы прикладываем усилие, свет воздействует и мы тогда видим все больше и больше, ну сначала только так во внутренних ощущениях, в интуиции, потом все больше и больше, как потом за этим миром есть высшая система, которая пробуждает, побуждает, поддерживает, вносит жизнь и мы в общем-то приводимся в действии ею и мы также можем запускать ее. Поэтому он говорит, что нет исправления человеку, как только связывать все нынешние состояния и будущее, чтобы все они возносились и были посвящены только великому имени, только общей силе отдачи, которая охватывает всех и наполняет всех. И тот, кто отталкивает момент, когда его присутствие, ну не сейчас, но в следующий раз, в другой раз, завтра, во время может быть более удобное и лучшее, потому что тяжело ему, ну скажем, ну хорошо, я сейчас не очень-то готов, неудобно мне. Раскрывает свою глупость во всем. Что значит, что Творец как бы и не предполагал в этот момент, чтобы человек использовал этот момент, что просто так предоставил ему этот момент, но человек вспоминает, что все-таки есть духовная работа, признак того, что он приглашен к ней. и в чем он скрывает свою глупость, что все миры и все времена, все, что создали для него этот момент, вообще он их не достоин, вообще они не для него, и поскольку лик Творца не облачен, не в изменение сроков и времен, то есть он как бы отталкивает, откладывает эту возможность, несмотря на то, что работа человека обязательно меняется из-за них. И для того, чтобы мы правильно использовали все мгновения, когда мы вспоминаем в них, или нам напоминают, что мы находимся во взаимной работе только перед Творцом, и ради этого приготовлены нам заслугами наших святых прадцов, то есть каббалисты, это наши святые прадцы, они приготовили нам саму науку, они сами, когда исправили себя, включились в ту систему, они когда включились в ту систему, они ее исправили, они используют ее, они усиливают связь между нами и Творцом, потому что они являются частью той системы. и тогда из их работы у нас есть вера и уверенность то, что выше знания, то есть мы можем нашими усилиями между собой достичь действий отдачи. И человек использует их в самые трудные моменты, без каких на самом деле хлопот и забот. Есть группы, есть распространение, есть работы между нами, конгрессы, уроки, множество действий, очень много действий. Человек может взять на себя еще какие-то вещи дополнительные, больше соединяться в учебе и также передавать эту науку, эту методику другим, быть преподавателем, воспитателем, все продолжать как каббалисты это сделали для нас. Мы еще не знаем, что мы делаем этим в высшей системе. Мы еще не видим наши действия со святами, келим, парцувами, мирами, как они это сделали. Мы придем к этому и мы увидим, как мы исправляем систему и готовим ее к следующему поколению, как мы возбуждаем их и как занимаемся, заботимся о них, как о маленьких детях. Страдаем, терпим от них. Ну, что ж, страдания, расти детей. И приближаем, приближаем, хотя они не хотят и не понимают. Ну, так вот. Природа, потому что противоположна. В нашем мире мы видим, что насколько малыши не понимают взрослых, насколько хочется им делать то, что они хотят, пожелают. Мы также видим, что даже законы в мире такие, когда полагаются на маленьких детей, на молодежь, что человек должен повзрослеть для того, чтобы понять, как мир управляется. Это мир эгоистический, это в той же природе, в том же направлении, где все ради себя. И все равно мы видим, что человек, который находится во время развития, взрослый человек относится к ним по-разному. Ну, что же, дети, есть дети, им можно, они еще не подросли. Так у нас это только гораздо более как бы крайнее. Мы переходим от одной природы к другой. И поэтому мы должны прощать новеньким нашим товарищам и миру быть более терпимыми и проводить ту работу и по отношению к ним то, что сделали по отношению к нам наши святые прадцы, те, которые достигли уровня и ступеней и пожертвовали собой для того, чтобы все приготовить для нас. И тем, что мы готовим себя для следующего поколения и мы входим уже в проход, во вход в духовное, то мы этим также продвигаем и себя. Потому что никто не работает на себя. Никто в мире. Все работают на всех. Нет человека в мире, который не находится в духовной работе, на все сто процентов. Все находятся в духовной работе в полной мере. Просто это скрыто от нас. И нам дано вместо этого думать, что каждый делает что-то ради себя. Но на самом деле все находятся в духовной цельной системе. Каждый в мире. Все мироздание. Это нам объясняет вальсуляма это как вот тот порошок, который посыпан на блюдо и поэтому не могут ощутить настоящий вкус этих блюд в отдаче. Ну так немножечко там поскрести, то, что можно соскрести, тем и питаются. Мы как первый килим, как первопроходцы последнего поколения, первого духовного поколения к свободному, к полному освобождению. Первое поколение, последнего поколения. Мы должны понимать важность нашу. Мы гальгальта инаем вот этой системы общей. за нами Ахапы. И поэтому мы должны понимать, что природа наших душ это отдача. И отдача также наверху по отношению к высшим парцувам просить у них сил отдачи для того, чтобы передавать вниз вахапы. Это называется, что вы будете царством служителей и святой народ. Святой это значит полностью в отдаче. Поэтому в соответствии с этой тенденцией в наших отдельных душах мы и собрались здесь. и так мы поэтому должны продолжать эту работу. Отдачу во все направления наши получающие килим, чтобы раскрылись, они тоже будут Ахапом Гальгальте и Найма, только для того, чтобы соединиться со всем миром и передать им систему исправления. Поэтому он говорит дальше, Бальсулам. И поэтому принимающие на себя бремя духовной работы вообще не находят хлопот и затруднений в работе Творца. Потому что в отдаче у отдачи нет никаких препятствий, нет никаких ограничений, только свобода. Вот это свойство, оно не ограничено. На него никогда не было сокращений или каких-то ограничений. Свет Хасадим распространяется всюду, без каких-либо расчетов. И поэтому он может быть слит с Творцом и днем, и ночью, в свете, и во тьме. Здесь мы можем проверить. На самом леделе мы находимся в свойстве отдачи. Если я нахожусь в свойстве отдачи, я не чувствую подъемов и падений, а не только по отношению к получающим килим. По отношению к отдающим килим нет подъемов и падений. И поэтому об этом это мы должны выяснять. Как мы держим себя в состоянии, когда нет у нас ни подъемов, ни падений. Что состояние, которое мы пристегаем в отдающих килим, это постоянное состояние. Это мой первый вопрос. Пожалуйста. Просит, чтобы я повторил вопрос. В отдающих килим, которого мы должны достичь, а это наша природа, нет подъемов и падений, потому что на них никогда не было ограничений, никаким образом и никакого сокращения. Как вы представляете себе себя живущими в отдающих килим? В общем-то, это наша духовная жизнь. Мы также с вами изучали, я могу продолжать, если хотите. Мы изучали, что главное это стремиться к малому состоянию, к постоянному состоянию, а большое состояние это только прекрасное дополнение или даже излишки, но прекрасное дополнение, то есть вот это прекрасное дополнение, я позволяю себе быть в большом состоянии только по отношению к другим килим. Кто изучает с нами, кто изучал учение десяти сферот в последнее время? Что мы там учим? Ну вот, две руки, я вижу. Ну кто учит-то? Хорошо. Ага, ну есть надежда, что поймете. Что мы изучаем? Что наши килим гальгальты и найм, их мы должны оберегать. Ахаб духовные кили, скажем, зона целута или абава има, не важно, что мы изучаем. Ахаб задействуется только для того, чтобы породить нижнего, для того, чтобы дать нижнему. И в той мере, насколько нижние просят, я задействую свой Ахаб или прошу свет, чтобы дал мне силы задействовать Ахаб, получающий килим. И вот в этих получающих килим я привлекаю свет сверху, передаю ему нижнему. Помните это? Так ведь? Ну скажем, Зерампин Ацелута, Малхут Ацелута просят. Мы приходим в Малхут, требуем от нее, чтобы она включила нас, чтобы обеспечила нас жизнью. Хотим быть включенными в нее. Мы приходим точками и хотим расширить наши отдающие килим до уровня гальгальта и на. то есть быть переданными больше, чем в сокращении друг по отношению к другу. И это мы просим у Малхут. У Малхут нет силы. Она только точка, которая собрала наши искры. И она обращается к Зерампину. А у Зерампина есть только малое состояние. Гальгальта и на. Ему нечего дать. Он сам по себе находится в малом состоянии. Он поднимается к Абаваима. требует от них. Абаваима, они большие, дают Зерампину силы. Зерампин этим развивает свой Ахаб. И в какой мере он развивает свой Ахаб? Не для себя совершенно, а только для Малхут. Только для Малхут. Для того, чтобы дать ей силу взращивать души. И в этой мере он становится большим. То есть мы никогда не задействуем получающий килим, иначе как только насколько второй хочет, другой хочет. Ты хочешь что-то? Я для себя ничего не хочу, но ты хочешь, для тебя я готов пойти и принести то, что ты хочешь. И вот в этой мере мы становимся переходным звеном для всех. И тогда каждый так получает вахап всех. Если я работаю в отдаче, вы все мой ахап. И так каждый по отношению к другим. Так вот, что значит стремиться к малому состоянию, а не к излишкам? пожалуйста. Продолжение следует... 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 А у нее у самой нет ничего, то, конечно же, отсюда можно продвигаться дальше. Но вот достичь этого состояния, я могу почувствовать сегодня, что значит стремиться к этому, я еще не знаю, как прийти к этому. Продолжая сказанное ОДЭДом, состояние, в котором я представляю себе Катнут, это малое состояние со стороны маленького ребенка, который находится тесно связан с матерью, он дома может играть, безобразничать. И вдруг в какой-то момент он потерялся, не понимает, где он находится, где мама. Это состояние Катнута, потому что я все время должен быть в тесной связи с Вышим. У меня есть такое ощущение, и вчера, и сегодня, что я завишу от группы. Я буквально завишу от группы настолько, что если я оставлю группу, мне некуда будет вернуться. И вдруг вопрос такой, что, неужели я завишу от группы? Да нет, в какой стати? И вот эта игра между двумя этими состояниями, это как бы начало, первая точка Катнута. И во мне уже это отложено, что я завишу от группы. Но меня все время выбрасывают из этой точки. Вот Хабер говорил о двух ощущениях. Я хочу постараться это заострить. Потому что, как я вот чувствую, ну, мне удалось поговорить с товарищами об ощущениях, которые есть сейчас. Есть таких два противоположных полюса. С одной стороны, огромное разочарование, отчаяние. Но ты понимаешь, что нет в тебе ничего, нет в тебе отдачи. Ты не... Надо посмотреть в карман, искать этот шекель. И вообще, нельзя тебе вообще смотреть в карман. То, что ты вообще в карман смотришь, это плохо. Не то, что это плохо, но говорит о том, что ты еще не в правильном направлении. И нет у тебя ничего. А с другой стороны, огромная радость от того, где я нахожусь, и группа, и что я могу быть частью ее. И вот быть очень аккуратным, чтобы, не дай бог, тебе не выбросили меня отсюда. Это мое место здесь, здесь, здесь я хочу быть. И все очень так, очень тонко, так вот, внутри. С одной стороны, такая тонкость, а с другой, такие резкие совершенно полярности. Две вещи, мне кажется, что вот это имеется в виду, вот в малом состоянии. Я представляю себе, что это состояние, в котором я нахожусь, над ощущением добра и зла, в своих эгоистических килим. Я нахожусь в состоянии, когда отдача для меня это является высшей ценностью. Отдача всему мировому клей. И только это я вижу, как самое важное, как самое большое. И разгорается внутреннее стремление только к этому. И ощущается, как мы слышали здесь, как будто бы я не занимаю места, места в мире. Как будто бы я растворяюсь во всех желаниях других. И там нахожусь в полной отмене себя и готов служить. И также я отношусь к этому состоянию, как к самому великому, которое только возможно. Смотрю на это, как на самое большое. И не стремлюсь к большему. Лишь удерживайте это. Когда мы начали конгресс, и в первый день было ощущение... У меня, у моих товарищей, я тоже почувствовал его. Ну, мы как бы все сделали, все 100%. Да и сейчас время творца действовать. Сейчас время... Ну, восполнить эти полшекеля сверху. И как бы оттуда вот возник такой момент и полного такого отчаяния. Потому что ничего не происходит сверху. Чуть-чуть углубившись в состояние... Так это впереди, в преддверии вчерашнего вечера появилось такое понятие, что это само по себе великое состояние. И не надо больше ничего. Вот эта готовность не считать себя, засчитывать, а просто раствориться в группе и отождествлять себя с ней на все 100%. Группа, ее функции, роль во всей системе. Вообще то, что она дышит, живет, поднимается, опускается. Это вообще само по себе вещь колоссальная. И тогда раскрывается, что по отношению к следующему состоянию мы как бы начинаем нашу работу заново. То есть, с другого места мы уже не ищем шекин в нашем кармане, но ищем ту силу, которая называется творцом, добром, чтобы это распространилось в мире. И по отношению к этому мы начинаем новую шкалу с нуля, более или менее. Что значит стремиться к состоянию катнут, а не к излишкам? Следующий вопрос. Объясните мне, пожалуйста, что значит, что Высший Свет находится в абсолютном покое и изменения только лишь со стороны Килин относительно нас. Пожалуйста. Мы учим, что Высший Свет находится в абсолютном покое и все изменения, они только лишь со стороны Килин. Изменяются, Килин. Свет постоянный, но получается, что он изменяется в действии относительно на них, потому что они изменяются. Я приближаюсь, он отдаляется к какому-то источнику и за счет этого изменяет воздействие на меня. Как это касательно нас, нашей работы? Вообще и относительно материальной жизни, и относительно духовной жизни. Пожалуйста. Ну, ребенок, когда рождается, ему там или книжку, картинку белую красную, бело-черную туда вешают, или мобайл, но он ничего не видит, не видит, что там находится, там у него над кроватью. Потом, скажем, через несколько месяцев, ага, три месяца, ага, он видит книжку рядом, начинает разговаривать с картинками, так впечатляться. То же самое и мы. Мы находимся, собственно, в люльке у творца, колыбели. Любви, отдачи, его все свойства, все это вокруг нас. И вот от развития мы начинаем располагать вещи, связывать их, начинаем пользоваться ими, начинаем переживать, ощущать. Это очень особое состояние. Для того, чтобы почувствовать его утворение, есть единственное действие у человека просто не мешать Высшему Свету распространяться. Ты просто не мешаешь, и уже тем, что ты не мешаешь, ты присутствуешь. Этот абсолютный покой, мы раскрываем его и чувствуем именно в наших действиях. Этот абсолютный покой. и чем больше мы будем производить действий между нами, мы раскроем, насколько состояние уже готово, заданно. Как написано, что трапеза уже накрыта, мы только лишь должны войти туда вместе. Что значит, что Высший Свет находится в абсолютном покое, а изменение только в теле, как это касается нас? Что такое? Ну вот, то, что я думаю, что мы должны все время стремиться к общему состоянию, которое имеет место между нами. То есть, есть что-то, что общее для нас, общее ощущение, какое-то общее желание, ну, общее состояние. И все мы вместе должны поддерживать друг друга, держать друг друга в этом состоянии. Так вот, само вот это состояние, это Высший Свет находится в абсолютном покое, потому что это уже существует, но наши усилия, это и есть наши усилия. И если мы будем прикладывать усилия, то даже просто мы сможем ухватить это состояние, сила, Свет будет держать нас в этом состоянии. Свет находится в абсолютном покое, и все зависит от Килием. Мы много времени учимся, мы знаем уже все эти высказывания, что такое сокращение, что такое малое состояние. Я думаю, что в этот период мы должны искать внутри себя. Так на что же производят сокращения, что значит быть в состоянии Катнут, чтобы это не было пустыми определениями, чтобы это были четкие внутренние состояния, и эти действия сокращения Цимцума и малое состояние Катнут. Это Килим. Мы должны наши Килим изменить, исправить с намерением ради себя, на намерение ради отдачи, то есть взять этот экран. И сейчас Творец скрыт на сто процентов. Мы должны взять на себя это скрытие и лишь желать отдавать, отдавать ему. Мне немножко трудно с этим вопросом, но так во мне поднимается вопрос, как это происходит по отношению к нам. Также мы учили о пробуждении снизу, то есть наше пробуждение снизу, то есть из работы, то есть в общем с той работой нашей, то есть мы должны прийти с просьбой, прийти с молитвой, то что называется пробудить высший свет на нас. Может быть прекрасное выражение этого можно найти на наших семинарах, как мы входим в семинар и те процессы, которые мы проходим во время семинара. В высшей системе нет никаких изменений. Все постоянно, все заранее задано, в замысле творения, и мы в усилиях, которые прикладываем, когда каждый раз это исходит из тумана, из растерянности, из путаницы того, в коем состоянии мы находимся, и мы вместе сидим на семинаре, мы стараемся связаться друг с другом, нашими сердцами. И вдруг появляется ощущение тепла, ощущение связи, вдруг раскрывается мир. Они чувствуют, что это исходит из усилий соединить все точки в центр группы, и из этого усилия тебе раскрывается новое состояние. И это происходит и стремление объединиться. Да, все зависит от нашей готовности, от нашего ощущения готовности. Как вот ребята говорили, у меня такая картинка возникла, что есть тут сейчас огонь, костер, и я могу принести кусочек теста, и издалека я буду получать свет, но хлеба не будет. Если я приближусь, все нагреется, но недостаточно будет температуры, если я правильно помещу это, тогда появится хлеб, то есть тогда внутрь, а если слишком внутрь, это все сгорит. То есть я знаю все вот эти компоненты, то есть я знаю, что такое мука, вода, что такое тесто, то есть я должен приложить усилия, я должен еще приблизить это к центру, тогда прекрасные вещи происходят, вещи, которые даже мы не знали, что может произойти, неужели такое может получиться? Мне кажется, что это как раз то же самое здесь, как в любом состоянии, мы привыкли, что мы будем сидеть, а к нам это все на нас валится, нет, мы должны поменять отношения, поменять направление. То есть выходит, что вся наша работа она только лишь в группе, нам нечем больше заниматься, если высший свет постоянно воздействует на нас. Мы находимся в океане света, то изменения могут быть лишь в связи между нами, и за счет этого мы меняем воздействие света на нас. Чем больше мы теснее соединяемся, больше воздействует на нас свет в зависимости от подобия с 8. Мы отдаляемся друг от друга своим эгоизмом, свет влияет меньше, и наша жизнь становится тяжелее. Каждую секунду каждый в человечестве он находится в таких вот изменениях, и поэтому мы чувствуем в них, чувствуем, что жизнь изменяется. так как же мы можем в нашей группе определить объединение, постоянное горение, чтобы все больше и больше было воздействие света на нас. Это приложил усилия и нашел. Пока мы достигнем единства между нами, соответственно, первому свойству света, это называется нефиш-де-нефиш, 1-125 самого света. Этого достаточно для того, чтобы мы почувствовали бы, достигаем ли мы этой компрессии между нами. Он воздействует и происходит щелчок, он останавливает. Нас нет меньше этого, и тогда от этого состояния. И далее мы начинаем все больше и больше объединяться между собой в следующем состоянии. И тогда вместо нефиш-де-нефиш мы обретаем рог-де-нефиш и так далее. Баляслам пишет об этом в предисловии книги Зор, как поднимаются со ступени на ступень Малхут Мира Асия, а затем Йосод и остальные сферот только с помощью единства между нами. У нас в сущности нам нечего молиться свету, а только лишь мы должны работать между нами. Но почему же тогда все эти наши молитвы? молитвами называется то, что мы судим себя, измеряем себя. Говорится лейгитпа или молиться. То есть я оцениваю себя, нахожусь ли я в соответствии свету. И тогда насколько я ценю его, насколько я как бы вызываю его, тем самым я начинаю работать с ближним над исправлением свойства отдачи. Поэтому мы как бы обращаемся к свету, мы обращаемся к свойству отдачи, чтобы она была более важная, более близкая, влияла бы на нас и привела бы нас к единству с собой, с ней, со свойством отдачи. Так как же мы работаем в группе и с Творцом вместе? Поищите, поищите. И как правильно сформулировать предложение, вопрос, и как ответить на него. Мы должны сформулировать, сформировать себя правильно, у нас нет выбора, мы достигли такого состояния, где это требуется. Как мы работаем с группой и с Творцом вместе? Как мы работаем с группой и с Творцом вместе? Надо сформировать себя правильным образом. Это тоже конфликт, который проясняется на Конгрессе все более явно. У нас как бы два расчета. с одной стороны мы должны попросить Творца от какой-то внешней силы, которая не связана с нами, чтобы произвела в нас изменения. С другой стороны, мы говорим, что Творец раскрывается в связи между нами, что мы как бы создаем Творца. Так от кого же мы просим, мы должны приложить усилия в соединении. Так кто же в нас это изменение просит, привносит? эта работа относительно этой силы и отдачи это какая-то обратная математика, чем та, к которой мы привыкли в этом мире. Если в этом мире мы должны приложить усилия, чтобы достичь наполнения, то у точки в сердце есть другие расчеты. нужно приложить усилия и направить себя в сторону отдачи. А наполнение существует постоянно, только действует все согласно подобию свойств. Поэтому на практике в наших группах мы должны работать с этими двумя вещами, которые по сути одна. Все время работать на единство, потому что в разбитых клея не может проникнуть свет, войти в свет. Это как дырявое клее, из которого вытекает вода. И цель нашей не должна быть относительно внешнего чего-то, дать наслаждение Творцу, дать свет миру. Это наша личная работа в группе объединения и величия цели. Можно еще раз вопрос? как мы можем объединяться в группе, чтобы действие света было постоянным? У меня остается впечатление рождения ребенка, маленького сына, Юсифа. Юсифа. Маленький Юсиф, у которого есть все картинки передние. Маленькому Юсифу я хочу что-то добавить, что-то к этому. То есть у него происходит такое переключение, произошло переключение. Вот это переключение это группа, это тот рычажок, когда он находится в каком-то состоянии, я все время заботюсь о себе, и есть состояние, когда я могу соединиться с товарищами, тогда вдруг что-то меняется в моем восприятии. Вдруг я начинаю видеть вещи, что-то происходит. Я не знаю, этот образ точен, но мы начинаем учиться работать с этим переключателем, чтобы вдруг начать видеть картинки, видеть мир, объединяться, чувствовать, при том, что вещи вдруг происходят, все потекло, мы видим, что вещи пошли между нами, и каждый раз возвращаться в первую часть, то есть пока постоянно не научимся работать с переключателем. и оказаться в втором состоянии. Как мы говорим, что реальность это как голограмма. Какого бы размера ни была эта картинка, она содержит в себе всю картину, общую. Когда мы работаем относительно группы, чтобы выйти из себя, мы говорим об экзамене. Необходимо это для тебя, так делай. А если это важно для тебя, то делай. Но возникает вопрос, что такое группа, и все, что она делает, это тоже ради себя, это необходимо для нее или нет. Если это не является необходимым для нее, то все, что она делает, должно быть направлено наружу, в мир. И творец это как экзамен, который все время это какое-то пустое, ущербное клей, либо это чуть большее клей, как такой круг, либо это вся эта группа, либо это весь мир. В итоге подход должен быть все на отдачу, все, что кроме необходимого, должно быть направлено относительно бесконечности. И это является абсолютно чистотой. Когда я помню себя ребенком, я всегда помню, что я слушаю своих детей вокруг, ну, в своем микрорайоне преподаватели, и все говорят, ты цадик, праведник, эй, праведник, что такое праведник, что, я вообще даже не понял, что такое праведник, это кто-то оправдывает себя. И сегодня на семинаре в группе весь этот духовный путь мы обнаруживаем, что праведник, это значит приготовить ему место, чтобы раскрыться. Ты готовишь себя быть кли, где свет проникнет через тебя, и ты оправдываешь его действия, тем, что мы объединяемся вместе, мы оправдываем его, не себя, его. И то, что здесь было сказано, как подготовка к вопросу, к семинару, что мы должны делать, как это можно выразить. И между слов, то, что я слышал, речь идет о напряженности поля, то есть прийти к какой-то такой напряженности, когда мы собираемся внутри, и это то место, где мы можем дать раскрыться. Это есть отверстие, через которое можно проникнуть, и мы тем самым можем оправдать те действия, которые он делает. Как мы в нашей группе хорошо. Отрывок второй, из трудов рабаша. Человек должен принять на себя небесное правление, как бык, вермой, осел под поклажу. Это как разумом, так и сердцем. То есть мы должны принять духовный закон, закон отдачи и развития в направлении отдачи, просто как закон. и все это как бы над нами. Вся наша природа, вся наша вселенная, весь этот маленький земной шарик и вся наша жизнь, все это и намного более этого, что мы пока еще не раскрываем, все находится под властью одного закона. это привести все творение, все мироздание привести к совершенной отдаче, то есть к подобию со светом или с творцом. и эта работа она должна проходить в человеке как в сердце, в желании, сердце это желание, наше общежелание и также в разуме, в мыслях наших. это два инструмента, с помощью которых мы можем работать, реагировать, что-то делать. Это то, что есть у человека. То есть, чтобы вся работа человека должна делаться ради отдачи. Этого мы должны достичь. Это необходимо, это закон. и если ты не хочешь, что этот закон тебя заставляет за счет того, как ты развиваешься больше, ты этот закон действует для тебя все более жестче, и ты вынужден, что ты можешь делать? Ты чувствуешь элемент, ты бежишь от плохого и приближаешься к хорошему. Если мы хотим подняться над этим животным состоянием и устремиться, когда устремляемся только к хорошему, убежим от плохого, а хотим задействовать наш разум и начать продвигаться сами, тогда у нас есть работа. Но эта работа тоже, она в сущности прийти к подобию с этим законом и постараться выполнять его со стороны наших усилий, как бык под ермой, а сел под поглажем. Согласно этому, наподним, что если человек работает ради отдачи и не желает никакого вознаграждения в ответ, а желает лишь работать в этой святой работе, то есть только в отдаче, и не надеется, что ему дадут за это какую-то добавку к тому, что есть у него, то есть ничего для себя, только дай мне возможность быть в отдаче. И это самый большой подарок, самое великое вознаграждение, о котором я могу только мечтать. То есть и не желает он даже никакой добавки, добавки в работе, даже в работе он не желает никаких добавок, иначе он что-то требует. То есть в том, что он получит какие-то знания, о том, что он идет по правильному пути, и, конечно же, это справедливое требование, хотя бы знать, я продвигаюсь навстречу отдачи или нет. Это тоже называется, что он требует что-то. Посмотрите, насколько мы должны выстроить на нескольких ступенях отмена на отмене на отмене. И в любом случае от этого он тоже отказывается, потому что он желает двигаться закрытыми глазами и верить в Творца. Тогда он уже включается в высшее правление. Он начинает чувствовать не только отдачу, а кто запускает этот закон отдачи это свойство отдачи за счет того, что он отказывается от этого знания. Находится он в отдаче или нет? А, жизнь немножко сложнее, чем мы думали, а? Но мы сейчас достигаем корня ощущения Творца буквально. Выше свойство отдачи, кто находится там внутри. Тот самый, из которого исходит, который является источником всего творения. Свойство отдачи это только сила, которая создала это мироздание и наполняет его. Но он, Творец, раскрывается при условии, если мы также отказываемся и от того, чтобы осознавать эту силу отдачи, это еще более высокая ступень в отмене себя, в знании об этом. И то, что есть в его возможностях, он делает, и он радуется участи своей, своей доли. Но даже если чувствует он, что есть люди, у которых есть немножко небольшое понимание в работе Творца, а он видит, что он пуст абсолютно, и тем не менее он рад. Откуда исходит эта радость? От того, что ему удалось отказаться и от этого тоже. Мы здесь подходим к немного большему, чем то, что мы говорили до сих пор, но давайте все-таки постараемся немножко совершить скачок, как дети, которые хотят еще что-то, но это действительно все. Нет больше сюрпризов. Хорошо? До следующего раза. АПЛОДИСМЕНТОР Я скажу вам, мне очень трудно остановить свои чувства, даже слезы. Мы достигли состояния, когда я не ожидал, что я вообще буду говорить об этом, даже не знаю, когда, со своими учениками. действительно. Вы на самом деле великие, вы большие. Так давайте же мы АПЛОДИСМЕНТОР Так давайте… Действительно, я очень растроган, и мы за два дня прошли такие состояния, что невозможно было даже вообще мечтать о них. Так давайте мы постараемся прорваться, насколько возможно в это свойство отдачи, докуда это возможно, от чего я постепенно иду отказываться, собираюсь отказаться. Пожалуйста. До куда должно дойти свойство отдачи и на что я иду на отказ? То есть, до куда должно достичь свойство отдачи и до куда поступенчато я буду отменять? Кажется, что то, что мы продвигаемся, слова как бы пропадают, слова теряют силу. Но я думаю, что объединение, различить вот это новое ощущение, которое развивается, любой ценой. и вопрос, на который мы направляем, это называется каждый раз включиться в нее. Каждый раз что-то новое выскакивает. Я думал об этом вопросе при подготовке к семинару, так от чего же я готов отказаться? Недели за две до Конгресса я задавал вопрос о разочаровании, и Раф сказал, когда ты достигаешь первой ступени, в тот момент, когда ты готов, чтобы у всех было, а у тебя нет, ты рад этому. И с тех пор уже две недели меня это постоянно сопровождает, преследует. От чего же именно я должен отказаться? И перед семинаром у меня возник такой образ, который у меня просто вызвал у меня слезы. Это все равно что отказаться от своего ребенка. Я могу представить себе для себя это самое дорогое. Духовно ты немножко что-то далекое, но ребенок, как каждый может находиться в сопереживании вот этой точки. Ребенок для тебя самое дорогое, ты вкладываешь в него, ты его любишь, и вдруг тебе говорят, от него ты должен отказаться. не для того, чтобы что-то тебе из этого вышло, а чтобы получить свойство отдачи, что это тоже отказ от всего. У тебя нет ничего, у тебя нет шекеля в кармане. И это совершенно непостижимо человеческим разумом согласиться с этим. Это как скользкая рыба, которая соскальзывает с удочки и обратно падает в воду. Ты не знаешь, как с этим жить. Это отказаться от нашего желания получать. Просит врача подойти к рабу. Но вот эта картина, куда проникнуть в свойство отдачи, это такое вот усилие, когда ты все время добавляешь к своему сокращению и еще что-то, ты ищешь тогда, где я и где, что я сокращаю и куда же я захожу. И каждое твое действие ты проверяешь, правильно ли это действие, сократил ли ты правильным образом. И по отношению к чему ты входишь, вот этот вход в свойство отдачи, это такой огромный подарок, дает тебе немножко попробовать, да и тебе нейтрализуют твое желание, твою природу, так по капельке. И ты начинаешь так чувствовать вот это колоссальное пространство совсем с другими законами, без ограничений. И вот эта вещь, это только во взаимоотношениях между товарищами, это поле нашей работы, чтобы мы не бежали друг от друга, и ты понимаешь, что рядом с тобой товарищи, и понятно, что тебе надо как два таких ореха, и всю жизнь свою, ты поворачиваешься к нему спиной, а теперь тебе надо повернуться к нему лицом, принять его и понять, что же он хочет, о чем он думает. И так по отношению к каждому, вот это поле, и начать забывать о себе. Вопрос, да, чего должно достичь это свойство отдачи, и от чего я постепенно должен дойти в своем отказе. Я думаю, что ответ и на это тоже. То есть, если ты задаешься вопросом, то значит и от этого ты должен отказаться. И я пытаюсь подумать, если тут конец, я вспоминаю такую историю, два товарища хотят есть шоколад, каждый берет пополовину, и потом половина от половины, половина от половины оставшегося, и так это до бесконечного, до бесконца. И где же конец отказу? Может быть нет конца, может быть до бесконечности мы должны быть заняты отменой. То есть, и об этом, и это, и это. Я могу только сказать, как я чувствую это сейчас. Мы учим раскрытие Творца, наука Каббала, и от этого раскрытия нам тоже придется отказаться. То, что нам кажется, как раскрытие, то, что сегодня нам кажется раскрытием, от этого нам тоже придется отказаться. Представлял себе состояние, но это, мне кажется, и в статье Рабаша было, но это близко и тому, что сейчас происходит. Есть такой посланник, который может работать или ради того, кто посылает его, или ради, скажем, просто зарплаты, это не называется, что он работает, а есть тот, кто работает без какой-то платы, из-за величия того, кто посылает. То есть, это важный человек, видимо, что-то важное в той посылке. И тогда он ничего не хочет для себя. И есть состояние еще более продвинутое. Тогда он уже партнер того, кто посылает. И он уже знает, что есть в этой посылке. И он становится похожим на того, кто посылает, отправителя. Он готов пожертвовать и самым активным образом участвовать в исполнении. То есть, того, чтобы наполнение самой этой посылки, но это вот, чтобы ближе так к нашему состоянию, я думаю, что если мы достигнем такого уровня объединения, такого уровня важности цели, то, в принципе, любая возможность, которая будет открыта и предоставлена нам быть как Он, быть как Рав, быть как Творец, который занят отдачей, это у нас не будет восприниматься как усилие или уступка, отказ, но часть восприятия нашей жизни самым простым образом. И даже, ну не знаю, есть вообще такие понятия радости или отсутствие радости, это просто становится нашей действительностью, новой действительностью, в которой мы будем жить. Ну вот так вот у меня это рисуется. Мне очень понравилось, как Лёрд сформировал. Есть такое понятие – израильтянин. Если ты спрашиваешь, значит, ты должен отказаться. Это такой вопрос с подвохом. Я думаю, что особенность этого вопроса – это то, что мы получаем уверенность из объединения, смотреть друг другу в глаза. На самом деле ты должен отказаться от всего. Я не говорю «ты». Я. Я должен от всего отказаться. И это всё. И это становится понятным и важным в группе. В группе – это основа. И когда ты ничего не хочешь, ты заранее готов отказаться от всего. Ты хочешь ради группы. И то, что группа хочет для тебя – это самое лучшее. И к этому мы идём, и к этому мы приведём весь мир. Утром, когда мы готовили завтрак, у меня была такая мысль, допустим, нет завтрака. Мы сидим все вместе за столом, и нету завтрака. А зачем нам завтрак? Я думаю, что мы достигнем состояния, когда мы должны чего-то. Но в итоге ничего не нужно. Нам нужна только группа, и единая группа, в которой свет. И ничего другого нам не нужно. Следующий вопрос. Отсюда, вот когда мы говорили, мы можем понять, что всё сотворено для того, чтобы достичь полной веры в высшую силу, в Творца, в Создателя. И вся реальность создана так, что только с её помощью прийти к полной вере в Создателя, с закрытыми глазами на всё, что это. Давайте выясним. Понятно? Вся действительность, все миры, всё-всё-всё-всё сотворено для того, чтобы пришли к тому, чтобы верить в Творца, в то, что Он делает, до безграниц веры. Объясняет нам Баль-Сулям, Рабаш, что тот, кто верит на шекель, но на два шекеля уже не может, ну и так далее, и так далее, пока не верит на всё. Но это называется полной верой, когда мне не нужны никакие доказательства, именно потому, что я отказываюсь от своего желания получать, от своих килим, до конца. Неважно мне, что происходит в них. Называется, что тогда я получаю свет хасадим, который наполняет мои килим. И это уровень уже тех, кто проходит пустыню перед входом в Израиль. Но нам стоит посмотреть, что перед нами, потому что это на самом деле та ступень, в которую мы сейчас входим. Вся действительность, всё сотворено для того, чтобы я отказался от неё, от всего. И этим я развиваю веру в высшую силу. Такую, что ничего не важно. Ну, из того, что происходит, только знание о том, что я отменяю себя перед ним. Это называется, что я приобретаю свойства и уровень бины. Вы поговорите между собой, объединитесь и найдёте. Нам это нужно. Я беру понятия необходимейшие нам, для того, чтобы держаться чего-то, ну, вот то, что называется на пороге, на входе. При двери мы должны сейчас это всё уловить. Вот как я дверь открыл, и теперь я должен держаться за то, что вот я сейчас нахожусь вот в этом, в проёме дверей, дверном. Пожалуйста. Это состояние, когда ты отказываешься от всего. Когда это говорилось, мне это напомнило такое состояние, когда ты идёшь ва-банк, на всё, не включая жену, ты кладёшь всё на карту, и действительно, это для тебя самое важное, и цель не то, что ты делаешь это на уровне, что ты находишься в каком-то отчаянии. Нет, ты желаешь этого. Это исходит из желания, а нет, отчаяния. Тут есть две противоположности, есть противоречия. И ещё мы видим по себе, насколько желание получать, его нужно убеждать, всячески упрашивать. И именно эти вещи мы должны от них отказаться и понять, что надо перейти в другое свойство, свойство отдачи. Совершенно от всего отказаться, без всякого вознаграждения. И это совершенно невозможно понять. И вообще, это огромная честь нам выпала, что мы этим занимаемся, обсуждаем. В предыдущем вопросе, от чего я должен буду отказаться, я думал, окей, эго меня куда-то ведёт, это меня куда-то ведёт, это там, там. То есть все средства, которые связаны с целью, если смотреть на это вот так. Но здесь это даёт мне совсем другую картину. То есть я вижу перевёрнутый мир. Вот эта картина, вера цельная, это уподобится, полная вера, уподобится высшему. Я пока что, ну вот в тех килим, которые у меня есть сейчас, я не могу от этого отказаться. Потому что я использую сейчас всё, что в моём распоряжении. То, что мы используем, то, что в нашем распоряжении, для того, чтобы достичь куда-то, прийти. Так что такое, что всё сотворено для того, чтобы достичь полной веры? Это чтобы мы достигли чего-то, что за пределами нас. То есть работать над знанием, в уподоблении высшему. Вопрос. Какой вопрос? У меня нет вопроса. Что весь мир создан только для того, чтобы я отказывался, отказывался и отказывался, и достиг бы полной веры. Высшую силу. Поэтому весь мир называется скрытием. Мир улам называется улама, от слова «скрытие», когда скрывают Творца разными картинами. И если я отменяю их, благодаря тому, что я всё отношу к ней, к силе отдачи, и я тоже в той же мере хочу быть отдающим, и тогда мир исчезает. И я обретаю пока что силу отдачи. И тогда мне не нужен Творец. А когда он раскрывается, он раскрывается не только для того, чтобы во мне создать что-то. Он начинает раскрываться, чтобы я, получающий килим, от которых я отказался, тоже бы обратил ради отдачи. Иначе мне не нужно его раскрытия. Я достиг веры. Какое может быть раскрытие? Это так же, как я верю тебе, что ты вернёшь мне, как Рабаш говорит, тысячу долларов. Я дал тебе тысячу долларов, ты говоришь, я через месяц тебе отдам. И я весь месяц нахожусь в какой-то вере, я работаю над этой верой. И вдруг ты говоришь мне, ты знаешь, я дам тебе сейчас, у меня есть чек, такой банковский, банковская гарантия на тысячу долларов. И я как бы отказываюсь от своей веры, так и тем самым. Так мы должны работать над тем, что мы ничего не получаем. А потом Творец работает иным образом. Он даёт нам знания о себе самом, что Он царит во всём, и нет никакой проблемы ни в чём и нигде. Он отменяет нашу веру, и тогда мы должны работать с получающими килим ради отдачи. Но это уже следующий этап. Это уже после... Это уже далеко за Максомом, после того, как мы проходим пустыню. Пока что мы находимся в пустыне. Так как же мы отказываемся с помощью мира, который называется Олама, скрытия, и достигаем свойства отдачи? Быстренько. Есть такая песня особая, которая сопровождает меня всю жизнь. Может быть, она даже взята из древних источников. Там так. Вот я весь твой. Делай со мной, что ты хочешь. Я пришёл пустым. Я подчиняюсь. Моё сердце отдано тебе на милость. Если ты всё заберёшь у меня, внутри себя я буду слушать твой голос. Из боли моей подними меня и наполни меня вдохновением, счастьем. Надо прийти к такой самоотдаче. Когда ты полностью готов передать душу свою. Отдать её. Без того, чтобы знать, что будет потом. То есть, это вот как, ну, я не знаю, покончить жизнь самоубийством ради отдачи. И надо пройти очень много-много состояний. Много, так вот, разочарований, таких страхов, беспокойства. Очень много состояний. Я не знаю. Нападок, унижений, пока человек не придёт к такому крику, когда он даже не будет знать, о чём кричать. Вот такой вот немой крик. Когда ты просто чувствуешь, что ты должен, чтобы Творец в этот крик поместил, пусть он тебе скажет, о чём кричать. Вот до такого состояния. Когда ты готов отдать себя, передать до конца. На самом деле, вот так, вот так чисто, как бы наивно, вот такие ощущения, это нечто особое. И, ну, не знаю, не знаю, не знаю, мне нет даже слов, как это объяснить. То есть, духовное постигается тогда, когда ты не хочешь его. Третий вопрос. Тоже из рукописи моего учителя. Не может сказать человек, что он не способен, чтобы Творец приблизил его. Но причина, поскольку он ленится в своей работе. человек, человек всегда должен идти в преодолении и не пускать в свой мозг мысли отчаяния. как сказали мудрецы, даже когда острый меч занесён над твоей головой, не отчаивается в милосердии. То есть, это наверняка, что Творец желает тебя. Он только дал тебе разные препятствия. и это твоя природа, это не он. Высший Свет изначально отбросил нас в то состояние, чтобы мы росли самостоятельно. И ты самостоятельно должен прийти к этим, пройти эти преграды. Всё мы преодолеваем только в отмене себя, в отмене своего эгоизма. И когда меч занесён над головой, имеется в виду, что несмотря на то, что это любовь человека занесена к самому себе, занесена над головой, желает отделить его от отдачи, от веры, что нет никакой возможности выйти из-под власти этой, то он должен сказать, что это истина и что это картина, которую он видит. И это правильно. Действительно, он не способен и действительно, он стоит перед стеной и нет у него ни малейшего шанса продвинуться дальше, вперёд. Но какая вторая половина предложения, чтобы не отчаивался в милосердии и верил в то, что Творец даст милосердие, что он милосерден. Что значит не отчаивался в милосердии? В мире отдачи. Так он пишет, что Творец может дать ему это милосердие, то есть свойство отдачи. Рахамим. Рахамим это свет Хасадим. То есть со стороны сил человека он не способен выйти из-под власти получения для себя, но со стороны Творца, который помогает ему, конечно, он может вызвали человека из-за своего эгоизма за счёт того, что раскрывает ему свойство милосердия. И об этом сказано, я Творец ваш вывел вас из страны Египта, чтобы стать для вас Творцом. Именно благодаря тому, что человек совершенно отчаялся в своих силах, и это отчаяние остаётся, он не убегает от этого, не замазывает, не прикрывает ничем. Отчаяние в собственных силах это как первое условие, когда он действительно определяет, что это так. И каждую секунду он, может быть, должен ещё добавлять в этом. И второе условие должно быть, что Творец это сила отдачи и даст мне в тот момент, когда совершенно буду в отчаянии, используя все преграды, чтобы отказаться от себя, тогда я обрету милосердие, свойства отдачи. Так как же мы достигаем двух этих точек одновременно, и тогда раскрываются ворота. Думайте, говорите и главным образом объединяйтесь и из этого единства мы постараемся это найти, вывести. Пожалуйста. Ощущать сердца как одно сердце и там в этом одном сердце искать ответ, а не в разуме и в моем сердце, в своем каждой, а только в общем. Пожалуйста. Это как раз тот процесс, который человек должен пройти, как раз отключиться от своего сердца, что я думаю, что я чувствую, что я хочу и начать обращать свое сердце к центру группы и не прятать ни одну секунду все те волны, которые накатываются, как положительные, так и отрицательные, и только держаться вот этой точке, чтобы наблюдать за ними и оставлять этот процесс. Вот так он происходит, я в него не вмешиваюсь. Это не я запускаю эти волны, и не наслаждение, не страдание, так это существует. Я просто должен видеть процесс, который происходит с одной стороны. Это одна сторона системы, с другой же стороны системы, я все время работаю над величием творца. И с этой точки я смотрю на процесс, который происходит. И вот эта дистанция между того, чтобы не бежать, а вот просто открыть себя, есть такое понятие, я открыл кран. Что произойдет, пусть происходит, не важно, что я чувствую, не важно, что со мной, не важно. Не только страдания, это может быть, кстати, такие соблазны, большие очень, как раз именно в этом моменте ты можешь выяснить, что для тебя важно духовное. странное величие Творца, когда ты пытаешься наблюдать вот с этой точки связи с Творцом на то, что происходит с тобой. И эта вещь происходит только в группе. И силы я могу взять только из связи с моих попыток соединиться с товарищами. И вот эта разница порождает молитву. Действительно, все время быть в настоящей молитве. Это самое большое наслаждение. Самое большое наслаждение находиться в такой молитве, связывая эти крайности. Чем больше крайность, тем больше молитва. молитва. Это не возможно. Есть одно условие, когда я нахожусь в отчаянии в собственных силах и не это замазывать. и второе должна быть вера, что творец сила отдачи должна дать мне вот эту силу в тот момент, когда я приду к полному отчаянию. Как достичь этих двух точек одновременно, когда тогда лишь раскроются ворота? вы не помните? Вот это когда скажем выходили на экскурсию, на путешествие. ну все вперед жизнь смерть это какой-то такой уровень это есть вера про группа если группа это группа без каких-либо расчетов до конца но как нахшон ты прыгнул в море все на этом на самом ли деле можешь или нет конечно же ты не можешь но прыгаешь и тогда надо держать две эти крайности одновременно то есть с одной стороны быть абсолютно свободным безудержным а с другой стороны в страхе в трепете в напряжении чтобы быть в соединении с другими чтобы держать вот этот второй край я бы соединил то что сказал Эрес и то что сказал Марик Эрес прекрасно описывает это и Марик до этого сказал что тебя проверяют в этих точках когда ты хочешь прыгнуть тебе поставят помеху в самом этом прыжке и я хотел добавить к этому мы находимся действительно в такой точке где мы должны связать все эти вещи вместе соединить для того чтобы почувствовать свойства отдачи и почувствовать что мы не можем быть больше получающих килием нет выхода больше все товарищи это мои части только за них я могу молиться могу просить то есть все надо соединить вместе и тогда я вдруг чувствую что я с одной стороны отключаюсь с другой стороны соединяюсь это не то что у меня сейчас какой-то такой депрессии не знаю куда идти мы просто включаемся вместе в одном месте просто сдвинуть себя в направлении этого места и поддерживать друг друга вот как в предыдущих вопросах мы приближаемся к самому источнику а источник так все больше приближается к нам это вот единственный путь и отчаяние оно же общее тоже так раскрывается в общем виде потому что мы все раскрываем в себе отчаяние приходит от того что я все время проверяю кто я я учусь как я оцениваю себя я понимаю проверяю себя по всем параметрам я вижу что не с кем говорить что это все не то ты можешь говорить себе что ты очень хитрый эгоист но из этого ничего не выходит и ты смотришь на группу и ты работаешь с группой и вдруг ты видишь как сейчас мы видим мы смотрим на товарищей на удивительных товарищей которые есть у нас эти особые люди которые снижаются со всего мира ты пытаешься с ними соединиться и ты от них получаешь очень много ты не можешь избежать этого ощущения ощущения высоты это поднимает тебя когда ты включаешься в группу и ты говоришь себе есть шанс и он существует именно в этом взаимном включении у нас такой особый путь то что называется путь к истине это такая тонкая линия и наш путь который в общем-то ввел нас сюда это тоже очень такой тонкий путь поэтому есть просьба по отношению к товарищам чтобы помогли мне отмениться но не путаться мы знаем что проходят разные состояния подъем и падение выясняются именно в этом отдалиться от товарищей или приблизиться и видеть важность группы этим измеряется ничем другим и всегда есть сила в группе который тянет вверх и каждый из нас находится иногда наверху иногда внизу это как у колеса то есть все время должно быть такое внутреннее обязательство всех нас вместе что те у кого кто наверху сейчас чтобы была ответственность по отношению к тем кто находится внизу кто-то сейчас слаб кто проходит разные состояния держать его за руки за ноги за уши что угодно только чтобы дать силу чтобы он не потерялся но вот вы говорили а я думал о товарищах скажем ами которые сейчас в больнице я не знаю он там восьмерки выписывал чтобы приехать он готов был операцию отложить так что он даже просто у него чуть ли не безнадежное состояние сейчас я с ним переписывался я уверен что он с нами в больнице надо держать наших товарищей наверху я не знаю как голову держать над водой когда вот ты спасаешь утопающего то есть наша первая забота а потом когда мы создадим вот это вместе вот это самое вместе ультимативное сможем продвигаться уже к следующей цели как Тараф описывал командос в первую очередь ты думаешь о товарищах потом уже есть любовь к родине и все остальное но без первой ступени вообще нечего говорить это так будут солдаты одиночки которые вообще ничего не достигнут я по правде говоря наткнулся вот на это последнее предложение сказано Раум чтобы говорить в группе и у меня выпало это из головы что действительно решение самым простым образом написано взор близок творец у тех у кого сломлено сердце разбито сердце поэтому человек работающий духовным то есть тот чье намерение прийти к отдаче должен быть в радости от того что он служит творцу обслуживает творца то есть освобождает место для раскрытия творца ну что еще мы можем делать высвобождаем для него место внутри себя для раскрытия творца и этим он сливается с творцом и возвращает всю реальность и действительность к раскрытию к правильному виду а если нет у него радости во время такой работы то это знак того что не хватает ему оценки творца то есть он не ценит творца как великого то есть свойство отдачи в его глазах не является еще всем поэтому если он видит что нет у него радости тогда он должен исправить то есть чтобы он придал важность величию свойства отдачи величию творца и если при всем том он не чувствует величие величие свойства отдачи величие творца он должен молиться творцу то есть молиться творцу чтобы это свойство отдачи так на него подействовало и открыло ему глаза и сердце то есть сердце это желание а глаза или мозг это мысли намерения чтобы почувствовал величие творца то есть что сила отдачи наполняет весь мир и отсюда получает развитие два таких состояния в том что нет у него ощущения величия творца он должен жалеть и также должен быть в радости поскольку все сожаление от духовных от недостатков духовных насколько я счастлив от того что мне не хватает творца я сейчас могу приложить усилия и доставить им творцу наслаждение если бы не было у меня недостатка я не мог бы доставить ему наслаждение а если я был бы уже в раскрытии творца тоже не мог бы доставить ему удовольствие и как раз именно состояние когда у меня нету это самое лучшее состояние с обоих сторон и не то как другие думают что люди жалеют о том что нет у них это все ради получения и не те великие праведники которым как бы уже больше нечего дать творцу поэтому написано там где находятся возвращающиеся там великие праведники не могут находиться почему потому что возвращающиеся он возвращается возвращается к отдаче все больше и больше ему есть что еще делать этим он доставляет наслаждение творцу дети которые выросли мы не чувствуем от них такого наслаждения но все уже постоянно но ребенок маленький ребенок который растет изо дня в день он дает нам ну кроме как сказать услады ну что еще да удовлетворение и оно что такое более тонкое да наслаждение удовольствие ну утеха но то что нас наполняет смотри что он сделал а смотришь сейчас что он делал вещи новые такие и вот эта вот новизна мы должны радоваться тому что у нас есть возможность в каждую секунду вот создавать вот эту новизну и надо знать кто это тот самый кто дал человеку вот это знание что надо сожалеть о духовном и отсюда он должен быть радостен что творец послал ему мысли о нехватке духовного то что творец ждет от него что он приложит какое-то усилие и они будут радоваться вместе так вот вопрос как мы должны принимать все проблемы все препятствия все падения все что валится на нас с этого момента и дальше ну ну подумайте поговорите об этом тогда это войдет но снова через объединение как мы должны радоваться в каждом ну во всех бедах во всех проблемах при всех препятствиях неудачах падениях как шанс возможность доставлять удовольствие творцу отдачу творцу так как же мы можем радоваться всем падениям всем препятствиям что это радость творца если бы мы могли бы прийти ну так между нами если бы мы сейчас бы пришли к состоянию когда не хотим ничего все на этом кончено все ну и чуть-чуть бы осталось ну хорошо ну подумайте так давайте сосредоточимся на том что находится над нами в радости и все что приходит к нам это как трамплин для того чтобы нам подбросить нас в это место где любовь и отдача давайте удерживать это и все что мы говорим посмотрим как это именно продвигает нас в это место надо постараться сейчас раздать воду потому что еще полчаса мы здесь еще полчаса это прекрасно это здорово это радость давайте каждый из нас добавить сейчас к этой радости чтобы мы вместе вышли в это новое пространство и чтобы не было там ограничения это точка это радость от того что ты действительно раскрываешь себя всему что происходит с тобой и так просто ты принимаешь это с другой стороны ты должен принимать величие творца и смотреть на это с радостью что нет у тебя этого величия творца и нет куда тебе взять это и это место для поднятия молитвы для согласия для отмены себя и на самом деле нет ничего лучшего чем находиться в этой точке до конца жизни мы находимся в таком кино наша жизнь где тут мы получаем такой эксклюзивный вообще забота творца она как бы на нас как бы дает в попал бумаги ложечкой иногда конфетку дает и когда мы чуть-чуть отходим в сторону от того кадра на который мы смотрим мы видим весь процесс мы можем вообще осознать с кем мы имеем дело этим радоваться тогда возникает вопрос мы хотим уже что увидеть конец фильма и думаем что фильм такой что даже вот по сути занятия вообще этой темой это возбуждает радость и уверенность и веру даже те сцены которые представляются трагедией ты понимаешь класс какой как здорово это же делает фильм хорошим чтобы мы не заснули посередине смотри какой у нас режиссер ну и ну мне кажется что это самый востребованный товар который будет продаваться в мартикуне это такая тряпочка со смайликами как может быть что ты чувствуешь как сказано вы все все знаете что ты как говорится сейчас ты такая же тряпка как и я как половая тряпка тогда я продолжу когда я был ребенком всегда я в общем-то искал внимание но это не то что всегда хотелось быть каким-то таким особенным и в конце дня ты понимаешь что все сумасшествие все что ты делал ты просто хочешь быть в контакте с кем-то желание быть с кем-то в контакте и факт что мы вот получаем вот этот фильм прекрасный то что ты сказал должно напомнить нам что мы в теме да так и может продолжаться то есть мы очень такие избранные те которые могут приблизиться к творцу дать ему что-то показать ему не знаю какое-то упражнение проделать даже самое маленькое у него есть интерес у нас есть общий интерес и это огромное наслаждение а кроме там помимо этой жизни нет ничего там есть какая-то маленькая искорка свыше ты говоришь ого стоит в это вкладываться вот эта отмена это хорошо эта точка это хорошо я остаюсь я остаюсь с ним в контакте да это действительно радоваться тому что тебе вообще дана возможность заниматься этими вещами понимаешь ты или не понимаешь что происходит знаешь не знаешь хорошо тебе или плохо ты находишься сейчас в игре и это моя игра вместе с моими товарищами я действительно в самой лучшей группе в этом избранном месте и если я выпал возьмем скажем как детей которые играют в какие-то компьютерные игры он достигает какого-то уровня потом он падает оттуда он говорит ай черт но все-таки у него есть возможность достичь еще снова более высоких уровней итак мы должны это смотреть как мы должны принимать все препятствия падения отсюда и дальше как возможности и шансы раскрытия творца насколько мы учим творец дает нам такое состояние такой момент как мы действуем исходя из этого момента вчера вечером во время собрания товарищей у меня во мне проснулся гнев и я не знал как с этим работать подняться над этим чтобы группа делала здесь вечером я сидел еще с ребятами как говорится через группу раскрывается творец мы сидели в маленьком круге и я выразил то что чувствовал и сказал давайте может быть прочитаем отрывок и мне сказали все что видишь это отражение тебя и мы должны поддерживать друг друга ребята мы должны иначе мы просто погружены в собственные мысли и это была поддержка то что мне дали потерял я мысль есть нечто великое и важное в том что происходит здесь вот эта каша которая называется бней барухом это просто непостижимо как тысячи мужчин и женщин со всех дыр на глобусе разной религии разных цветов и внешне и внутренне как все собираются в одном месте и у них у всех есть только одна цель только раскрыть творца и дать ему наслаждение и это невероятно и вот эта песня сейчас самая подходящая неожиданная Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok